Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Армении и Азербайджане. Последние новости. Статья из издательства Минуал Азе. Решительность Алиевы и паника в Армении. Сейчас ознакомлюсь, что здесь пишут. Ну, это ситуация, когда Ильхам Алиев сделал заявление о картах, где раньше проживали азербайджанцы в 1918-1920 году. Так, вот что здесь пишут. Азербайджан продолжает держать в фокусе региональной политики вопрос возвращения азербайджанцев в Армению, на земли исторического западного Азербайджана. Саммит организации тюркских государств в Анкаре, который состоялся на прошлой неделе, подтвердил это еще раз. Так, выступая на встрече президент Азербайджана Ильхам Алиев, не только напомнил, что решением советского правительства в ноябре 1920 года западный Зангезур, являющийся нашей исторической землей, был отделен от Азербайджана и передан Армении, что стало причиной географического разделения тюркского мира. Ну да, вот я не поленился, нашел эту карту. Понимаете, видите, вот раньше, до этих 1918 года, вообще Армении здесь не было. Вот Армения занимала совсем небольшую территорию, можно сказать, вот что им армянам принадлежало. Азербайджану принадлежало озеро Гейча, половина была разделена красной линией, видите. И вот так, это граница была Армении с Азербайджаном. Ну, Ереван еще, Ереван написан, еще тут спорный вопрос, видите, желтыми такими, разграничены желтые линии. А это все, видите, не было слова, как армяи называют Карабаха, это вообще Зангизур была территория, вот написано Зангизур, здесь Нахичевань, и все это, все это, все это азербайджанские огромные земли были. Ну, вот эти коммунисты, Ленин издали приказ, указ, что Армении вот досталась еще такая часть, до Ирана. Теперь, сейчас идет борьба за эти земли. Так, вот еще, что здесь пишут. Как отметил Альхам Алиев, до 91-го года все азербайджанцы были насильно изданы из территории нынешней Армении, как и в Карабахе, в восточном Зангизуре. Армения уничтожила наше культурное наследие, мечети, исторические памятники и на территории нынешней Армении, то есть в Западном Азербайджане. Так, вот как раз на фотографии Ильхам Алиев. Так, сейчас продолжу, что еще здесь Ильхам Алиев заявил. Более того, заявление Ильхам Алиева прозвучало в присутствии президента Турции, входящей в НАТО, премьера Венгрия, входящей в НАТО ЕС, а также президентов Казахстана и Киргизстана, стран-членов АДКБ. Если Ильхам Алиев что-то обещал, то он сделает. И тем более президент Азербайджана всегда четко просчитывает, что и перед какой аудиторией заявлять. Ильхам Алиев говорил, что наши исторические земли, мы их освободим. Словом, у армянских экспертов есть от чего схватиться за голову. Ну, конечно, у экспертов есть. Ильхам Алиев показывает им карту. Смотрите, где Армения, какая Армения. Вы найдите на карте 18-го, 20-го года слово здесь Армения. Не здесь, никакой Армении. Армения вот, маленький кусочек земли. Это уже, если сейчас будет демилитация, демаркация, по этой карте Армении половины не будет. Там как раз есть этот, так, вот, судя, вот так, смотрите, здесь джерму, кажется, да, здесь есть. И вот так прямо разрежут, вот я вам говорил. Вот, и Армении останется вот только часть, и то часть озера они потеряют по-любому. Так что, видите, эти карты все, исторические тоже, не поспоришь. Раньше тоже были карты, вот, Демократическая республика Азербайджан, 18-20-й год. Вот, пускай Пашинян посмотрит карту и поймет, что Ильхам Алиев все равно добьется своего. Так, и вот, азербайджанцы, изгнанные из Армении, как жертвы политики, этнических чисток, проводившихся на государственном уровне, имеют право на возвращение на эти земли. И когда сегодня европейские политики говорят о праве на возвращение для всех лиц, затронутых конфликтом, в Армении не могут не понимать. Это касается не только азербайджанцев, из ныне освобожденных от армянской оккупации территории, и не только тех, кого изгоняли из Ханкинди и Хаджавента, но и коренных жителей коренного Гафана, Истису, Геруса, Гюмрии и до самого Еревана. Ну вот, выходит, судя по карте, что да, тут есть Кафан, Сюник, это ведь все, азербайджанские земли. И там сейчас даже у этого населения, вот здесь, они здесь проживают, вот здесь, у них паника, они понимают, что сейчас там уже Азербайджан потянул свою военную технику, уже готовятся, как бы они понимают, что им недолго осталось, что Ильхам Алиев все равно, по-любому здесь зачистят территории, и армянам придется в Ереван уезжать отсюда. Там неспокойные, да, дни наступили для них. Более того, речь идет не только о ботнических чисток 88-91 годов. Азербайджанцев из Армении сгоняли, 20-е годы депортировали в 40-е, 50-е, и сегодня только усилевшие жертвы этих событий, на их потомки, будут иметь право на возвращение. Наконец, это возвращение должно быть подкреплено соответствующим международным гарантиям безопасности, в том числе и потому, что власть Армении до сих пор не выразили готовности, сотрудничеству в этом вопросе не признали своей ответственности за изгнание азербайджанцев. Так что упорство Армении сегодня играет против нее. Все правильно. Говорю, Пашинян упертый, хитрый, конечно, там крутится как уш на сковородке, но Ильха Малиева не переиграешь в этих играх. Ильха Малиев видит карту, вот показывает всем армянам, всем азербайджанцам, что это все земля Азербайджана. И не о чем больше с вами говорить. Такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.